Сказки на ночь. Джон Роллинг. Гарри Поттер и Кубок Огня. Жадкое содержание. Помощник злого волшебника обманом принудил мальчика участвовать в тяжелых испытаниях. Через трудности мальчик дошел до конца и встретился со своим врагом. В итоге ему удалось спастись, но он потерял друга. Напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на канал и ставить лайки, чтобы не пропустить следующие выпуски. Гарри Поттер с подругой и семьей Уизли отправился на чемпионат мира по квиддичу. Гарри Поттер – это юный волшебник 14 лет, худой и с яркими зелеными глазами, черными волосами, а на лбу – шрам в виде молнии. Он – сирота. После матча темные маги напали на волшебников, ночующих в лагере. К тому же некто выпустил в небо черную метку лорда Волан-де-Морта. Волан-де-Морт – это темный, злой волшебник. Все его боятся и поэтому не произносят его имени вслух. Выглядит он, как живой скелет с бледным лицом, красными злобными глазами и змеиным носом с узкими щелками. После случившегося Гарри и его друзья приехали в школу чародейства Хогвартс. Директор объявил всем, что в этом году состоится турнир трех волшебников. Испытание для трех учащихся старше 17 лет. Также в школу прибыл новый учитель, а потом ученики двух других школ волшебства для участия в соревнованиях. В день выбора участников турнира специальный кубок выбросил четвертое имя – имя Гарри. Мальчик не без труда справился с первым испытанием сражения с драконом, а потом и со вторым, заплыв в озеро для спасения друга. Третьим заданием стал лабиринт. Необходимо было пройти его и завладеть кубком. Гарри и еще один чемпион вдвоем добежали до приза и вместе коснулись его, кубок оказался порталом, который перенес их на кладбище. Здесь Поттер встретился со своим врагом – волшебником Волан-де-Мортом. Друга Гарри тут же убили, а его самого заставили смотреть, как лорд принимает свой настоящий облик. Далее последовал бой между Волан-де-Мортом и Поттером. Гарри помогли духи людей, которые когда-то убил лорд. Они проявились из-за соприкосновения магических лучей двух родственных друг другу палочек. И у Гарри, и у лорда они были сделаны из пера феникса. Духи задержали злого мага, и Поттер, забрав тело друга, смог телепортироваться в безопасное место. Новый учитель оказался слугой Волан-де-Морта. Он похитил настоящего учителя и держал его в заперти, чтобы использовать его облик для проникновения в школу. Обманщик отвел Гарри в Хогвартс, где попытался убить. Но учителя вовремя помогли мальчику. Слуга рассказал, что это он кинул имя Гарри в кубок и весь учебный год заботился о нем, чтобы Поттер попал в руки Волан-де-Морта. В итоге предателя обезвредили, настоящего учителя спасли, а Гарри благополучно вернулся домой. Но это, если говорить совсем коротко. Разберемся по главам. Главы с первой по шестую. Возвращение в дом семью Уизли. Летом Гарри жил вместе со своими родственниками, дурслями, которые не были волшебниками. Однажды утром пришло письмо от мамы Рона. Рон Уизли – это друг Гарри Поттера, худой, с огненно-рыжими волосами и голубыми глазами, навеснушчатый, немного ленивый и инфантильный. Мама Рона попросила Дурсли отпустить Гарри на чемпионат мира по квиддичу, спортивной игре на летательных метлах. Не без уговоров Поттера отпустили. Он переночевал у друга, а утром все отправились на чемпионат. На холме они нашли портал для перемещения, все коснулись его и тут же телепортировались. Глава седьмая. В лагере. Компания приземлилась на пустоши, а добравшись до лагеря, установила палатки. К ним подошел Барти Крауч. Бартемиус или Барти Крауч старший. Глава департамента международного магического сотрудничества. Пожилой, худощавый, но подтянутый. Знает более 150 языков. После разговора прозвонил Гонг, оповещая о начале матча. Глава восьмая. Чемпионат мира по квиддичу. Компания пришла на стадион, когда неселенные места было объявлено о начале матча Болгария-Ирландия. Сначала на арену выбежала команда Болгарии во главе с Виктором Крамом. Виктор Крам. Капитан сборной Болгарии по квиддичу. Ему 18 лет. Ученик школы Дурмстронг. И участник турнира трех волшебников. Худой, темноволосый, с черными глазами, крючковатым носом. Потом вышла команда Ирландии. И матч начался. Игра была напряженная, но Ирландия победила. Глава девятая. Черная метка. Все вернулись в палатку и, обсудив матч, легли спать. Ночью раздались крики. В сторону лагеря шли волшебники в капюшонах и масках. Младшие Уизли, Гарри и Гермиона побежали в лес. Гермиона Грэнджер, подруга Гарри Поттера, умная, сообразительная, с горими глазами, густыми каштановыми волосами. Когда друзья смогли сесть, то увидели, как кто-то брел в их сторону. Потом силуэт замер. Что-то громадное, зеленое, сверкающее вырвалось из того пятна мрака, в которое Гарри пытался проникнуть взглядом. Оно пронеслось над верхушками деревьев и взлетело в небо. В небе образовалась композиция, изображающая череп со змеей. Гермиона сказала, что это черная метка Волан-де-Морта. Троица побежала, но из воздуха появились волшебники и окружили их. Это были маги из министерства. Они успели выстрелить с заклятием оцепенения в сторону зарослей. Там был найден домашний эльф семьи Крауч с волшебной палочкой Гарри, которую тот потерял в суматохе. Обвинять никого не стали, так как эльф не могла произнести такое сильное заклинание. После допроса Гарри, Рон Гермиона и мистер Уизли вернулись в свою палатку. Оказалось, что люди в масках пожиратели смерти. Последователи Волан-де-Морта. Главы 10 по 12. Турнир трех волшебников. После чемпионата компания вернулась в дом семьи Уизли, а через некоторое время младшие Уизли, Гарри и Гермиона отправились в школу волшебства Хогвартс. Ученики прибыли в школу. В большом зале они сели за столы. Директор собирался сказать нечто важное, как вдруг в зал вошел странный человек. Это был новый профессор по защите от темных искусств. Алластер, грозный глаз грюм. Волшебник и борец с темными силами, исполосованный шрамами, глаза разные. Один темный, другой ярко-голубой, способный видеть сквозь предметы. Был похищен и спрятан в сундук слугой Волан-де-Морта. После этого директор объявил о турнире трех волшебников. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. В соревновании могли участвовать ученики в возрасте от 17 лет. Выбирались дети из трех крупных чародейских школ, и они соревновались между собой в трех испытаниях. Победивший получал славу до деньги. Главы с 13 по 16. Кубок огня и три чемпиона. В Хогвартс прибыли ученики школ Шарм-Батон и Дурстранг. Учащиеся Хогвартса в гости и гости... Учащиеся Хогвартса и гости сели за столы в большом зале. Директор объявил, что желающие участвовать в турнире должны были написать свое имя на бумаге и опустить ее в специальный кубок огня. Кубок сам выбирал участников турнира. Чтобы ученики младше 17 лет не смогли участвовать, вокруг кубка начертили запретную линию. На следующий день обитатели Хогвартса собрались в большом зале, чтобы узнать имена трех чемпионов. Из кубка огня выскочило первое имя Виктор Крам. Следующей была ученица Шарм-Батона Флёр Делакур. Флёр Делакур. Ученица школы Шарм-Батон. Участник турнира трех волшебников. Очень красивая, белокурые волосы до пояса, большие синие глаза, надменная. Последним был ученик Хогвартса Седрик Диггори. Седрик Диггори. Статный юноша 17 лет, капитан и ловец Пуффендуйской команды по Квидичу. Участник турнира трех волшебников. Темные волосы, серые глаза, прямой нос. После этого директор начал произносить речь, как вдруг кубок огня выбросил еще одно имя. Дамблдорн, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрелся на имя. Повисла длинная пауза. Наконец он кашлянул и прочитал. Гарри Поттер. Главы с 17 по 19. Перед первым заданием. Гарри не бросал свое имя в кубок и не просил никого сделать это. Было решено допустить Поттера до турнира. У всех чемпионов проверили волшебные палочки, а после участников и учителей сфотографировали. Гарри и Гермиона отправились в ближайшую деревню. Здесь они встретили лесничего, который пригласил Поттера ночью к себе в хижину. Как и договаривались, Гарри пришел к нему в мантии невидимки. Вместе они встретились с директрису школы Шарм-Батон и куда-то направились. Вскоре они пришли на место. В загонах волшебники пытались утихомирить драконов. Гарри понял, что драконы – это первое испытание. Глава 20. Первое задание. Грюм дал Гарри совет на турнире использовать волшебную палочку. Настал день первого испытания. Необходимо было сразиться с драконом и завладеть золотым яйцом. Перед соревнованием каждый участник вытащил из мешка копию, которому они должны были противостоять. Гарри достался самый опасный. Все чемпионы успешно справились с заданием. И настала очередь Гарри. Он пришел в загон и волшебной палочкой привез к себе летающую метлу. С помощью нее Поттер забрал золотое яйцо. Он пролетал над трибунами, держа в здоровой руке тяжелое яйцо. Казалось, кто-то включил звук. Впервые Гарри услышал шум зрителей. После этого всем участникам объявили, что второй тур состоится через три месяца, а внутри золотого яйца спрятана подсказка. Глава 21 и 22. Загадка яйца. В гостиной Хогвартса для Гарри устроили победный ужин. При всех Поттер открыл золотое яйцо и комнату заполнил жуткий вой. Также на уроке трансфигурации объявили о приближении святочного бала. Гарри должен был выбрать себе партнера и станцевать с ним на праздники. Глава 23. Святочный бал. Наступило Рождество, вместе с этим и святочный бал. Гарри пригласил свою одноклассницу, а Гермиона появилась на балу в сопровождении Виктора Крама. Праздник прошел хорошо. Присутствующие поели и потанцевали. После бала к Гарри подошел Седрик и посоветовал ему открыть золотое яйцо в воде в ванной старост. Глава 24 и 25. Золотое яйцо. Однажды ночью Гарри забрался в ванную старост. Там он наполнил ванную и открыл яйцо, опустив его в воду. Вместо воя зазвучала песня. Голоса пели о том, что украдут то, что дорого, а на поиски дадут всего лишь час. Глава 26. Задание 2. Теперь Гарри пытался найти способ провести под водой час, но у него не получалось найти нужное заклинание. За поисками он уснул в библиотеке. Его разбудил домовой эльф, который принес жабросли, водоросли, дающие способность дышать под водой. Гарри побежал к озеру, где уже стояли трибуны. Всех участников соревнования расставили вдоль берега озера. По сигналу все прыгнули в воду. Гарри съел жабросли и тоже нырнул. Через полчаса он нашел нужное место. В каменной статуе были привязаны четыре человека. Рон, Гермиона, подруга Седрика и сестра Флер. Гарри освободил Рона, но других узников никто не спасал. И тут же приплыл Седрик и забрал свою подругу. А потом и Крам приплыл за Гермионой. Флер нигде не было. Тогда Гарри решил спасти ее сестру. Гарри отрезал веревку девочки и с двумя пленниками поплыл на поверхность. Через невыносимую боль ему удалось всплыть. На берегу оказалось, что на Флер напали морские существа. Девушка поблагодарила Гарри и Рона за спасение сестры. Глава 27. Барти Крауч младший. Троица отправилась в деревню и тут встретилась с дядей Гарри. Он рассказал друзьям о сыне Барти Крауча. Барти Крауча младшим. Бартемиус Барти Крауч младший. Сын Барти Крауча, которого отец отправил в тюрьму за связь с Волан-де-Мортом. Но он вернулся в холл в облике Гриума, чтобы помочь лорду убить Гарри. Короткие и светлые волосы. Бледный и веснушчатый. Барти младшего поймали с приспешниками Волан-де-Морта, но отец не стал помогать сыну и отправил его в тюрьму. Глава 28. Мистер Крауч сходит с ума. Однажды Крам и Гарри отошли поговорить. Во время их разговора из леса вышел Крауч-старший. Он выглядел ужасно, явно был не в себе. Гарри побежал к директору за помощью, но когда вернулись, то Крауча уже не было, а Крам лежал без сознания. Глава 30. Воспоминания о суде. Гарри решил отправиться к директору, но мужчина ушел осматривать территорию замка. Пока Поттер был в кабинете, он увидел странный сосуд с серебристым свечением. Он наклонился к нему и вдруг оказался в каком-то зале. Мальчик понял, что попал в воспоминания директора. Это был суд над сыном Барти Крауча-старшего. Юношу отправили в тюрьму. После увиденного Гарри вернулся в кабинет. Глава 31. Задание 3. Для третьего задания перед стадионом высадили большую живую изгородь, представляющую собой лабиринт. По свистку Гарри и Седрик первыми устремились в лабиринт. С помощью палочки Поттер продвигался внутрь лабиринта, избегая всяческих препятствий. И вскоре Гарри увидел кубок, но тут же на тропинку к нему выскочил Седрик. Они наперегонки побежали к кубку и когда он был уже перед ними, они вдвоем схватили его и вдруг телепортировались. Глава 32 по 34. Возрождение Волан-де-Морта. Чемпионы очутились посреди кладбища. К ним подошел слуга Волан-де-Морта со свертком. Незнакомец убил Седрика, потом привязал Гарри к надгробию и поставил на огонь котел. Когда жидкость в котле закипела, слуга опустил тело, которое было в свертке, в емкость. Туда же отправил прах из могилы и свою отрезанную кисть. Порезал руку Гарри и кровь тоже добавил в емкость. Через время из котла возник образ высокого и худого человека. Лорд Волан-де-Морт возродился. Внезапно среди могил возникли фигуры пожирателей смерти. Лорд обвинил их в том, что они не пришли ему на помощь. Лорд обратился к Гарри. Злодей хотел смерти мальчика. Поттер встал напротив Волан-де-Морта и выкрикнул заклинание разоружения. Лорд в ответ прокричал убивающее заклинание. Их палочки соединились с золотым лучом, который превратился в подобие бусин. Когда одна из бусин достигла палочки Лорда, оттуда стали появляться фигуры. Это были убитые Волан-де-Мортом люди, в том числе Седрик и родители Гарри. Все они поддерживали юного волшебника. Когда связь будет разорвана, мы задержимся на мгновение. Мы дадим тебе немного времени. Ты должен добраться до портала. Он вернет тебя в Хогвартс. Понял, Гарри? Гарри отпустил палочку и бросился бежать. Призраки обступили злодея, защищая мальчика. Поттер взял тело Седрика и заклинанием протянул к себе кубок, телепортировавшись обратно. Глава 35 и 36. Сыворотка правды. Гарри оказался на стадионе. Грюма увел Поттера в школу и подробно расспросил его, а потом сообщил, что именно он кинул имя мальчика в кубок. Оказалось, что весь год учитель помогал Гарри, чтобы Поттер точно попал в Волан-де-Морту. На помощь Гарри пришли учителя и директор, который приказал принести сыворотку правды, а сам начал отпирать сундук, стоящий в комнате. На дне сундука сидел настоящий Грюм. На полу теперь лежал Барти Крауч младший. Ему дали сыворотку правды. Когда Барти младший был в тюрьме, к нему пришли родители и с помощью оборотного зелья помогли сбежать. Крауч старший держал сына дома, контролируя, а потом разрешил сыну посетить чемпионат мира по квиддичу, где тот выпустил черную метку. Крауч младший и Волан-де-Морт воссоединились и теперь сами контролировали Барти старшего. Также они похитили грозного глаза и заперли его в сундук. Барти младший отправился в Хогвартс в обличии Грюма. Барти старший сбежал и направился в школу, но сын убил отца. Также же лже-грюм отнес кубок в лабиринт и превратил его в портал. Гарри отвели в больничное крыло, где тот уснул. Пока он спал, в школу прибыл министр магии вместе с Дементором. Эти существа способны делать поцелуи, после которых человек лишается рассудка. Краучу младшего поцеловал Дементор. Глава 37. Отъезд. Спустя месяц Гарри стало легче. Состоялся прощальный пир и вся школа почила память Седрика. Наступил день отъезда их с Хогвартса. Уже на станции в Лондоне Поттер попрощался с друзьями и поехал обратно в дом Дюрсли. Благодарю за внимание. Не пропустите следующие выпуски. Не забудьте подписаться на канал и поставить палец вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok